К другим темам. Традиционно осень это не только новый учебный год, но и старт отопительного сезона. И, как всегда, очередной экзамен для работников ЖКХ Архангельска. Судя по всему, выдержат его далеко не все управляющие компании. Ночью на улицах областного центра минусовая температура, а отопления в некоторых домах все еще нет. Почему, разбирался Сергей Томилов. По заверениям мэрии областного центра, город к ТПУ подключен полностью. Однако далеко не все жители радуются элементарным удобством. Сегодня ночью в Архангельске уже были первые заморозки, а в доме номер 92 по улице Воскресенской до сих пор нет отопления. Горячая вода отсутствует более двух месяцев. Жители в своих квартирах буквально замерзают. Это невозможно. Сыр из постели в сарае. Встанешь, не знаешь, или сейчас случилось с тобой или чего-то. И во всех квартирах так. У нас и третий этаж, и пятый почти пенсионеры живут. И не вымыться, ничего. В доме по Воскресенской 92 такое ощущение, что попал в эпоху начала 90-х годов. Мы находимся в ванной. Здесь кафель. Пол просто ледяной. Горячей воды, как мы видим, нет. Холодная маленькая струйка. Для того, чтобы помыться в элементарных человеческих условиях, мы набираем целое ведро холодной воды, ставим его на газ. После этого возвращаемся обратно. Испытываем дикий дискомфорт. Это когда тебе 30, все легко и просто. Но когда тебе слегка за 60, это вызывает сильные неудобства. Замерзают и старый млад. Кстати, пенсионеры – самые дисциплинированные жильцы. Они всегда оплачивают услуги ЖКХ без задержек и в полном объеме. А вот сама управляющая компания, это фирма «Семь дней», должна поставщикам теплоэнергии астрономическую сумму в более чем 26 миллионов рублей. Об этом свидетельствует объявление в подъезде дома. Такая же ситуация и на Сульфате, на улице Мусинского, 25. Проблемы у нас были и с водой, и с отоплением. Отопление не дали буквально на днях. Но еще проблемы остаются. Сейчас батареи теплые в некоторых подъездах. Сейчас мы добиваемся того, чтобы они нам продули батареи, чтобы у нас было нормальное отопление. Выход из ситуации – переходить на прямые расчеты с поставщиками теплоэнергии. Кстати говоря, жильцы Северного округа, оказавшиеся заложниками управляющей компании, уже пошли именно по такому пути. Сами «Семь дней» – очень загадочное предприятие. На поиск офиса фирмы мы потратили несколько часов. К сожалению, ни по одному из телефонов в управленческую компанию «Семь дней» нам дозвониться не удалось. Телефоны попросту выключены. После долгих поисков нам удалось вычислить офис компании «Таурийского 68, корпус 1». Сейчас посмотрим, что все-таки там происходит. Дверь, к сожалению, закрыта. К сожалению, никто не открывает. По всей видимости, все-таки руководство управленческой компании «Семь дней» скрывается от своих клиентов. А вот в административных зданиях отопление появится только в первых числах октября. Поэтому работникам стоит запастись теплыми вещами, а работодателям терпеть убытки от работы обогревателей. Чем холоднее в квартирах и офисах, тем длиннее очереди в поликлиниках. В городе стремительно растет количество заболевших гриппом и ОРВИ. Об эпидемии говорить рано, но участковые терапевты перевыполняют ежедневные нормы посещения больных в 2-3 раза. Чтобы не запустить болезнь, врачи рекомендуют соблюдать несложные правила. Ограничить количество контактов за здоровыми людьми, полноценно сбалансированную питацию, увеличить количество потребляемой жидкости в день, продукты, содержащие витамины С, употреблять. А также принимать обязательно противовирусные препараты, они сейчас широко распространены. И орошать нос, горло специальными растворами. В случае осложнений, например, повысилась температура, не стоит пытаться вылечиться самостоятельно. Необходимо вызвать участкового терапевта, который и назначит вам адекватное лечение. Это позволит выздороветь в максимально короткие сроки. Сергей Томилов, Сергей Земских, Новости 24, Архангельск. Субтитры создавал DimaTorzok